Итак, начиная с 1999 года я занимался НЛП, занимался различными психотехниками. В большей степени по поводу трансформации себя, это было изначально по поводу работы с другими людьми, как психологической, так и коммуникативной. И, естественно, это все в том числе привело к тому, что стало как-то больше понятно, как устроено мышление людей, на основе себя, на основе других. Естественно, вместе с этим стало понятно кое-что, ну а последствий и больше. И про рекламу, и про маркетинговые идеи в дальнейшем заказывали мне тексты, написать тексты, которые напишите, пожалуйста, текст говорили, который для определенной группы людей будет звучать, будет побуждать их к определенным вещам, будет выглядеть вот таким-то и таким-то образом, будет вызывать какие-то эмоции, будет вызывать какие-то ощущения. Сделайте, чтобы они верили этому тексту или не верили. Естественно, и на тренингах, и из интереса самому разбирались тексты и политические, и, не побоюсь этого слова, религиозные, и просто вот в интернете там все, что подряд, да, там те же самые идеи и мысли вирусов, чего-то еще. Вот. Участвовал в программе маркетинговых войн еще из Новосибирска под руководством разработки Юрия Чукчуина «Маркетинговые войны». Очень интересная штука, где опять же NLP совмещается с, ну, в данном случае с маркетингом рекламой и в том числе касается вопросов управления вниманием людей и текстов, и рекламных текстов, ну, и всего такого. Вот. И, собственно, сегодняшний, сегодняшний вебинар мы продолжаем. Это третий вебинар из цикла вебинаров про работу с убеждениями. Мы уже говорили, кто не знает, мы говорили на первом вебинаре о том, как выявлять ограничивающие убеждения, ну, в личностном плане ограничивающие убеждения, каким образом их брать и, там, трансформировать, вообще находить и выходить, значит, из них, да, выходить, скажем так, за пределы, которые ограничивают. Во втором вебинаре Юлия Рослова рассказывала о том, каким образом вот технологии, которые мы презентуем, используют для того, чтобы можно было мыслить по-разному, да, с разных направлений, там, шире и как-то богаче, что ли, обеспечивать мышление свое. Ну, вот о сегодняшнем вебинаре мы будем говорить о текстах, о магии языка, о фокусах языка в применении к текстам, в применении к написанию текстов, продающие тексты, вот рекламные, вот эта вся идея. И начать хотелось бы, наверное, с такой, давайте, с примера, наверное, да, один из самых интересных с точки зрения текстов, с точки зрения общей НЛП, одним из самых интересных рынков является, вот даже просто общечеловеческий рынок фармпрепаратов, таблетки, лекарства, простейшие лекарства, которые рекламируются в телевизоре и где-то еще. Зачастую, зачастую рынок парадоксальный, тем, что люди могут не покупать, не покупать те препараты, которые, ну, с доказанной медицинской результативностью, да, не покупать по каким-то там причинам, да, вот, мистически. Вместе с тем могут покупать какую-нибудь там совершенно странную штуку, где, в общем-то, ничего нет, окромя там, не знаю, корбинки и мела, да. Опять же, по каким-то причинам. То есть это не про препараты, да, это не про их состав. Это уже про рекламу, это уже про тексты, это уже в чистом виде вопрос и веры. Более того, мне буквально сегодня эту, эту давнюю историю напомнили. В, около 10 лет назад, ну, может быть меньше, может быть 7, может быть 8, был такой аппарат, странный аппарат с батарейкой и лампочкой, и он еще пищал. И, в общем, идея этого аппарата была в том, что там направляешь себе или другим людям какие-то разные места, там, нажимаешь кнопочку, лампочка моргает, аппарат пищит, вот, и там, какие-то волновые токи, что-то еще, в общем, лечит. Я не буду сейчас вдаваться, там, я не знаю, возможно, среди этих аппаратов были те, которые действительно там что-то в них было, да, в некоторых была просто лампочка и противное пищание. Вот, но были интересные моменты, были интересные моменты в том, что в том, что этот аппарат, например, помогал людям, которые заплатили за него, там, 30 тысяч и не помогал их знакомым, которым давали попользоваться им за бесплатно. Это вот один такой момент, да, был, который показывает на что? показывает на то, что, ну, видимо, не все у нас включено. Плохо слышно, да? Что? Это так лучше слышно? Немножечко поменял микрофон. Это нам показывает то, что вот в этом самом рыночном поведении людей очень много строится не на проверяемых, может быть, вещах, а на вере, на убеждениях, собственно, на том, с чем мы работаем, да, на том, чему посвящен вот этот наш предстоящий дистанционный курс по магии языка, ну и, собственно, на том, с чем мы знакомим вот в рамках этих вебинаров. Вот, и, собственно, сегодня мы как раз и поговорим, поговорим на тему того, что, ну, с чем мы работаем, да, с чем можно, с чем можно, с чем нельзя, с чем надо, например, работать в продающих текстах. Давайте такую ситуацию мы просто предположим, да, или там, или увидим ее. Когда человек читает, ну, там, вот ваш рекламный материал, да, ваш, там, ну, не знаю, на сайте, да, может быть, это где-то или в письме ему попало, он его вообще зачем читает? То есть, вообще он его читает, потому что он в поиске, может быть, нашел, да, и туда перешел. Может быть, оно ему пришло, он увидел заголовок и продолжает, например, читать. То есть, ему эта тема, ну, если он читает, она ему, видимо, интересна. То есть, видимо, каким-то образом она его все равно задевает. Она, эта тема, ну, что в ней, да, может быть, в ней проблема его, и, ну, он все-таки ждет решения, да, может быть, у него там задача, там, ну, здесь это уже вопрос того, как мы говорим, может быть, проблема, может быть, задача, по большому счету это слово так, просто с двух сторон на одно и то же. Если человек читает какой-нибудь текст, текст, который, например, рассказывает, там, о правильном организации сайта, да, или организации бизнеса, или подходу к своему здоровью, или, там, этот 25-й текст по естественному похуданию, или по бросанию курить, 15-я книга, да, или по мотивации, там, 25-я статья. Зачем он читает? Да, значит, эта тема, значит, ему интересна, в большей или меньшей степени. Если он прочитал, но не, ну, ничего не сделал, да, там, не пошел, там, не купил, не подписался, не записался, не начал создавать действия, или дочитал, но, ну, как бы, и на этом все, то есть, просто прекратил, да, хотя было, хотя было интересно. Такой вопрос. Человек не знает, что у него проблема или задача? Да нет, знает, он читает же этот текст, да, значит, знает. Человек не видит вашего решения? Ему на глаза не попалось, там, ваше или не ваше решение? Да нет, тоже попалось. Тоже попалось, но почему? Почему он не реагирует? Давайте я начну рисовать, как это происходит. Человек. Человек. Это звучит гордо. Вот человек. Ну, он красненьким нарисован, это символизирует. Вот он есть, у него есть, давайте назовем это пока там, саморочка, да, просто так, достаточно нейтрально. То, что написано в вашем тексте, или, да, ну, о чем идет речь, да? Давайте коробочку такую нарисую, условно, коробочку со звездочкой, да, потому что она очень замечательная коробочка. Ну, это решение, да, это инструмент, или это что-то там, новый навык, там, новый тренинг, новая книга, новый инструмент, новое что-то еще, которое должно привести к чему этого самого человека? Ну, тут получился человек синий в результате. Это не символизирует. Это просто радостно. Радостный человек. Радостный человек с радостной жизнью. То есть, по идее, должно привести. Вот это плюс это, вот это. Почему не? Почему не приводит? То есть, почему человек, например, может не начинать этого делать? Несколько, несколько причин могут быть. Вот эти три элемента, о которых мы говорим, о которых мы нарисовали, эти три элемента могут от человека быть закрыты. Быть закрыты теми или иными, как раз таки, убеждениями. Человек может от себя закрывать решение. Он читает, читает про тренинги, про книги, про методы, про что-то еще, но он читает это через фильтр убеждения, на котором написано что? На котором написано, например, там, так не бывает, да, или решение нет. Ну, то есть, кто-нибудь в таком духе не будет писать, решение нет. Или напишет, ладно, решение нет. Один из вариантов. Это убеждение, оно может быть там многогранное, многослойное, разное. Мы его условно пишем решение, нет, оно как бы обозначает весь тыкву убеждений, которые закрывают вот человека вот это. Есть еще один вариант. Когда человек, в принципе, знает, да, что есть способы, да, действительно, и они там по-разному работают, да, какие-то больше, какие-то меньше. Но с ними можно, с ними можно действовать, их можно применять, но человек, например, не верит вот в это. Не верит вот в это, закрывает от себя, закрывает от себя исход. Ну, то есть, хороший, радостный, да, результат, результат чего угодно. Он верит в то, что есть инструменты, просто он не верит, что проблема решится. Там, чего, выхода нет, да, например. То есть, выхода нет. То есть, все равно, да, там, я сейчас что-нибудь сделаю, но потом же все равно, да. Или я вот это вот, но потом все равно, вот, знаете, там, те, кто курить бросал, например, многие, ну, те, кто долго, часто, да, много времени и попыток было по бросанию курить. У них формируется идея, что можно бросить там ненадолго, но потом все равно начнешь, да. Или там вот разные инструменты, там, вот я одной техникой бросал, там, продержался два месяца, другой продержался три, продержался, молодец какой, да. Там, а какие-то, какие-то техники слабо работают, там, буквально там на недельку и все, да. Ну, то есть, в целом, да, не получится вообще. Выхода нет, не получится. Либо, либо человек закрывает себя от вот этой самой конфигурации, от того, где есть инструмент и решение, закрывает с помощью какой мысли? Как бы она могла звучать? У меня не получится. Я не смогу. И тоже, эта мысль, она общая. То есть, это может быть и я недостоин, это может быть и я не могу, это может быть и у меня не получится. Там разных, разных вариантов, но в общем и целом, там, вот идея вот такая. То есть, если у человека есть вот это вот убеждение на тему, там, я не смогу, или у меня не получится, он может читать про любые инструменты, которые ведут к любым результатам, но относительно него это все будет в другом мире, в мире, который вот отделен от него, вот этой самой стеной. Вот это вот три класса ограничивающих убеждений, про которых мы говорили как раз на первом вебинаре, с одной стороны, да. А с другой стороны, они стоят за странным поведением, за странным клиентским поведением, за странным поведением потребительским. Когда вроде бы все есть, да, есть я, есть результат, там, есть что-то еще, но почему-то человек не принимает решение. И, собственно, мы сегодня, в том числе, да, коснемся, коснемся каждого из них на тему, как бы это могло быть. Вот это вот идея. Я еще, может быть, поясню немного, вы пишите, пожалуйста, в чат, да, там, для кого вот это чем-то отозвалось, мысли по этому поводу есть или нету, вопросы, может быть, пишите, пишите, все, будем это тоже уточнять. Друзья, ну, я прям даже не знаю. Вот давайте, кто просил на рубашку, так нормально? Так нормально, сейчас все нормально, меня слышно, можно больше не переделывать микрофон. Все, давайте займемся тем, за чем собрались, да. Все нормально? Давайте на этом закончим, да, с микрофоном. Итак, убеждения ограничивающие и убеждения поддерживающие с точки зрения, там, продажи, с точки зрения маркетинга, с точки зрения потребительского поведения могут как мешать, так и помогать. Мы об этом чуть позже скажем. В данном случае, давайте, нас интересуют вот эти вот убеждения, о которых я сказал, убеждения ограничивающие. Убеждения класса «я не могу», которые, ну, или там, у меня не получится, которые закрывают личную роль в изменении своей жизни. И тогда они требуют, ну, в том числе они могут там предполагать немного другие модели, немного другие модели поведения потребительского, то есть человек, который не верит в собственные возможности достигать результатов, то есть, давайте, ему, наверное, проще будет купить там комплексные решения. «Сделайте все за меня, вот там, давайте, вот вы молодец, вы все знаете, вы там придите мне, сделайте, скажите». В, наверное, терапевтической, в консультативной работе, в коучинговой, ну, вот в этих контекстах, да, люди иногда спрашивают, дают такой запрос, а давайте я, говорит, приду, там, вы меня загипнотизируете гипнозом, там, под гипнозом вы мне бросьте курить, чтобы там, вот у меня все это стало хорошо, а я, чтобы ничего не знал, не хотел и все. Разница, в чем разница между решением нет и выхода нет? Решение – это вопрос инструментарный, вопрос того, есть ли методы, есть ли методы изменения ситуации, а это вопрос такой, как бы окончательные решения, возможно, может быть ли ситуация быть решена, ну, там, раз и навсегда, да, там, окончательно. Знаете, вот хорошо, опять-таки, вот эту вот ситуацию, например, показывает, слышали, наверное, все бабушки, ну, и, в принципе, люди, наверное, среднего и от среднего возраста по поводу лекарственных препаратов говорят такую вещь, там, вот, это хорошо помогает, это плохо помогает. То есть, вот эта вот разница, здесь помогает, не помогает, а есть ли вообще выход. То есть, можно ли в целом, можно ли в целом вообще, ну, условно, можно ли вылезти, можно ли стать здоровым. Вот это. Стать здоровым, а вот здесь лекарства помогают или не помогают. Вот эта вот разница. Про инструменты, да, и про окончательное решение. убеждение я не могу исправить я концепцию к чему отнести вот сюда я не могу то есть там я концепция это давайте мы в нее детализироваться не будем да это некоторые некоторые контекст вашей жизни у вас в нем есть цели у вас в нем есть задачи да они пока что не реализуются и если вы говорите я не могу если вы говорите я не могу ну то это вот сюда ну что движемся дальше движемся дальше и про эти самые убеждения а давайте еще немножечко еще немножечко все-таки наверное здесь останемся если я не могу если вы с клиентами общаясь с клиентом слышите много от него слов на тему ну то я не могу сам там это сложно разобраться вот тут я не понимаю вот еще что-то за вот этими вот за за подобными фразами до скрывается скрывается собственная невовлеченность так или иначе она выражается тогда соответственно вы там в текстах в рекламе вы тогда говорите о том что вот это вам поможет там мы вам поможем вот решение комплексное там все от вас ничего не требуется говорим мы да там вот перенесем вас туда и все если человек говорит так или иначе про то что решение нет про то что он не верит в существует существование решения тогда ему решение можно условно этих в кавычках для продавать под под маркой личной силы под под маркой его движение сюда и вот здесь опять-таки наверное наверное слышали да наверное это будет знакомо идеи идея о том что в текстах пишут таблетки не помогают там все это медицина мы все прекрасно знаем говорят в этих текстах там медики только наживаются вся эта химия от нее только хуже становится не помогает еще хуже это вот вариации вот этих убеждений к ним подстраиваться бит это все вот это все не то надо говорят они раскрывать личный внутренний потенциал там потенциал здоровья энергия и все такое прочее потом вот под под маркой раскрытие этого потенциала продают в том числе и чего-нибудь еще сопутствующие но по крайней мере вот сюда если если нет выхода если человек не верит в ситуацию ситуацию о том что вообще возможно там окончательно что-нибудь да окончательно выздороветь или или еще какое-нибудь окончательное действие то тогда мы строим на вот этом строим на вот этих вот двух соответственно рекламу да так скажем строим на этих двух элементах и говорим о том что очень легко просто поддерживать вот это состояние и выхода там нет туда выход там и не будет и не и невозможен выход просто вот мы вот с помощью вот этого вы сможете легко и просто удерживать себя вот в этом вот состоянии и сейчас если я если я сильно не ошибусь да то в работе в работе с зависимыми там нет у них там какого такого прям совсем совсем выхода у них там зависимые навсегда зависимые излечиться окончательно невозможно а возможно с помощью различных методов различных инструментариев самому и с инструментами удерживаться в этом состоянии удерживаться в этом состоянии вот так да не до конца да не до выхода потому что там его нет вот такой такой как бы пример соответственно это вот на то на то что что примерно мы будем писать следующая идея мы так обзор на мы обзор на касаемся на самом деле некоторых и deep с тем чтобы их можно было потом углубить еще вот недавно буквально несколько минут назад я упомянул про убеждение ограничивающие и и неограничивающие наоборот расширяющие какое-то имеет отношение опять же к текстам и к продажам вот ограничивающие убеждения человека мы о них только что поговорили да это вот эти вот я не могу у меня не получится их можно обойти то есть вот так вот как мы сейчас примерно обсуждали да не получится у тебя зато мы сможем это сделать да там нет решения там сможешь сам его там найти сделать построить нет выхода можно долго долго удерживаться это варианты это варианты его обойти варианты расширения расширение возможностей человека и создание ему там других дополнительных возможностей есть еще есть еще вариант вот здесь вот нас хорошо да это у нас применение расширяющая применение позитивное здесь у нас будет применение применение лингвистики в ключе включение негативно включи сужающим выбор к к негативным убеждениям человека к ограничивающим убеждениям типа там у меня не получится и там это все очень сложно да мы если их еще сильнее будем сужать то мы переводим давайте делаем делаем человеку ситуацию как это невыносимее любое любое ограничивающие убеждениях характеризуется одной интересной вещью человек с ним жить не хочет избавиться от него не может а жить не хочет поэтому идея о том что например там я ни на что не способен жить с этой идеей невозможно поэтому человек и естественно немножечко там заретушировать придумывает некоторое количество объяснял таким образом чтобы это самое там я ни на что не способен его куда-нибудь там запрятать и все запрятать видоизменить немножечко сказать что там там я там слишком хорош там для вот этого или там еще что-то какие такие вот такие моменты там или я там может очень много выйдет от разных контекстов и наша задача то есть вот здесь вот провокация у нас находится наша задача опять его вытащить это самое убеждение и тогда вот этот баланс человека который он себе настроил баланс между плохим убеждением ограничивающим убеждением и тем что он вокруг его навертел который позволяет ему жить если мы его просто усилим усилием этот самый это само убеждение создадим еще более ситуацию это может замотивировать человек мотивация от да ну тем не менее это мотивации это вот то что касается то что касается применения к ограничивающим применение к убеждениям ограничивающим есть убеждения позитивные Есть убеждения позитивные, и, соответственно, к ним самые позитивные убеждения. Человеку-то они помогают, ну, давайте так, наверное, помогают, да? То есть мы предполагаем, что они помогают в большинстве случаев, наверное, помогают. Ну, например, там для продажи, для вот текстов продающих, да, для того, о чем мы хотели бы говорить. Пример по провокации, да, чуть-чуточку назад. Хорошо. Давайте, достаточно, наверное, стандартная идея о том, что там, ну, я слишком добрый, чтобы продавать, или я слишком, там, слишком, может быть, люблю людей, да, или, там, может быть, там, слишком умный, чтобы чем-нибудь заниматься. Не способен, не способен взять ответственность за свою жизнь. Не веришь в свои силы, не ждешь от себя ничего хорошего. Вот это будут провокации. Ну, это, как бы, в общих чертах, да, то есть, что касается конкретного контекста, если есть, если есть какое-то там убеждение на тему, ну, то есть, вот на тему одного, одно из вот этих вот трех, да, вот на тему одной из вот этих вот трех элементов, да, из ваших контекстов, из тех, которые вам интересны, выкиньте туда в чат, мы напишем прям конкретное. Поддерживающие. Поддерживающие, позитивные убеждения. Некоторое, некоторое время назад, когда проводили тренинг по продажам для фирмы по продаже, установке материала для ремонта, отделочные материалы для ремонта там же, и сам ремонт тоже, все. Так вот, для людей, то есть, в принципе, для самого человека идея о том, что я сам могу там сделать себе ремонт, сам могу поклеить обои или сам могу там многих таких вещей, для конкретного человека это убеждение является позитивным, является полезным, является поддерживающим. Для магазина этих самых отделочных материалов, которые, повторюсь, продает в том числе монтаж, в том числе услуги по ремонту, это не является полезным. Так вот, вот это вот убеждение, которое полезно, полезно для человека, оно получается не полезно для системы продаж, то есть, вот здесь вот его нужно разрушать. То есть, вот здесь вот его нужно разрушать, разрушать способами, которые, да, конечно, вы все можете сделать сами, и переделать можете сами потом, да, и там какие-то ошибки исправить свои же сами два-три раза. Вот, и новые обои докупить, вы, если собираетесь сами делать, там, возьмите сразу чуть-чуть побольше обоев, потому что там, скорее всего, вы их испортите, ну, в принципе, сами все можете, конечно, сделать. Вот такая вот идея, которая с этим убеждением работает. Но обратите внимание, что здесь это убеждение, вот не из тех убеждений, которые мы разбирали предыдущие, да, оно наоборот, оно наоборот человеку помогает, да, но наша задача его немножечко принизить, чтобы человек, ну, как-то пришел, ну, может даже не столько к нам, да, сколько там к реальности. Потому что, давайте, в тех же самых, в том же самом магазине, да, в тех же самых отделочных материалах, там были некоторые материалы, с которыми нужно прям действительно уметь работать, да, потому что иначе можно их испортить. Если это не знать, это убеждение становится ограничивающим. Вот, с этим пока все. Да, вариант убеждения, да, написали, без образования не устроиться на работу. Вот, вот это, это убеждение, вот как раз является классическим примером, но не вот этого, а, наверное, вот этого. Отсутствие ресурсов. Вот есть хороший ресурс, он самый главный, да, там, но у меня его нет, я там поэтому не могу. Нет, нет решения тогда, да, если нет образования, тогда, значит, получается, эта ситуация неразрешима. Тогда, значит, получается, что всю жизнь человек будет работать на плохой работе. Мы с этим убеждением что должны сделать? Мы должны его хуже сделать человеку, чтобы он точно побежал, чтобы точно побежал куда? То есть вот здесь, давайте, может быть, мы ответим на этот вопрос рисунком. Ох, вопрос, как разрушить негативные убеждения, давайте вот адресую просто на первый вебинар. Он есть в записи. Мы даже, там, оставьте, пожалуйста, какие-нибудь свои координаты, да, и мы его скинем сейчас. Да, ссылка будет на вебинары, но сейчас просто вот не про разрушение этих самых убеждений. А давайте уже ближе к текстам. Давайте уже ближе к продающим текстам. Итак, первое, что мы должны понять. Вы, как бы, в смысле продающих текстов, да, и вообще вот этой всей идеи. Есть... Есть некоторый результат, который бы мы хотели. Есть место, где находится человек относительно этого результата. И есть его убеждения. И есть его убеждения, которые этот результат или включает, или не включает. Там, в его отговорках, в его... В его каких-то словах на тему, там, работает, не работает. Задача... Задача текста. Сделать так, чтобы вот это самое убеждение, точнее, чтобы... Чтобы результат, нужный нам, переместился... Переместился сюда. В зону его возможностей, этого самого человека. Для этого... Для этого мы используем... Мы используем фокусы языка. Для этого мы их используем, для этого мы их изучаем, как писали в анонсах к этому вебинару, как писали и говорили в других вебинарах, и, собственно, в группе, фокусов языка 14 штук. Там, базовых этих самых убеждений, базовых ограничивающих убеждений, базовых типов 3, да, фокусов языка 14, 14 разных способов, каким образом мы вот эту границу можем переместить. Да, или вот это перенести сюда, результат, или расширить границу убеждений. То есть, для этого мы должны некоторое убеждение в процессе написания текста или разрушить, как мы уже говорили, вот здесь вот, да. Давайте мы чуточку вернемся сюда. Чуточку вернемся сюда. Если мы знаем, что мы имеем дело в некотором контексте, с которым мы работаем, если мы имеем дело с ограничивающими убеждениями, вот мы сейчас вот про вот это говорим, да, мы говорим про расширение возможностей, про применение расширения возможностей, и про вот эти ограничивающие убеждения разных типов. Я не могу, да, у меня не получится, нет решения, нет выхода. Итак, вот это мы сейчас соберем в некоторые примерчики. Мы берем «я не могу», мы берем «я не могу» и мы берем вот это вот самое, как это, позитивное, да. Наша задача помогать, наша задача помочь человеку. Вспоминаем, вспоминаем в том числе некоторые идеи, мелперские, для этих самых продающих текстов. Некоторые идеи из базовой коммуникации NLP, там подстройка, введение, там подстройка с отстройкой и потом опять с подстройкой возвращаемся, да. Общечеловеческие, понятные всем идеи на тему там напугать, спасти, ну или там надо присоединиться, повести, это простые, простые, понятные. Итак, простое, присоединиться и повести. «Я не могу». Для присоединения «я», для того, чтобы к миру этого человека мы присоединились, мы, понятное дело, ему, вот на его языке, да, исходя из этого контекста, мы и говорим о том, что, там, эта тема, там, сложная, да, или вот там, тут многие люди не могут, не понимают, да им и не нужно понимать. Собственно, там, давайте, однажды где-то я прочитал, бизнесмен не должен разбираться в строительстве сайтов, бизнесмен должен разбираться в бизнесе, а строительство сайтов должен поручить профессионалам, обращайтесь к нам. Это вот как-то подстройка и это самое ведение. Причем ведение, мы говорили как раз о том, что с «я не могу», мы говорим о том, что есть инструмент, инструмент сам за вас все сделает. Напугать, продать, да, если мы о такой идее говорим. Если мы говорим о идее напугать, продать, тогда мы вместо подстройки делаем провокацию. То есть сначала, конечно, в любом случае подстройка, потому что нам же все равно нужно написать, что там, ну, обозначить человеку, что мы пишем-то про него, да, обозначить, что мы пишем про тему, которая ему важна или интересна, или как. Это в любом случае мы говорим о том, что там, вот там, здоровье, бизнес, что-то еще, где-то еще, вот какие-то проблемы, наверное, вы с ними сталкиваетесь, там, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Описали круг проблем, описали человека, почему вы с ними сталкиваетесь. Потому что вы не способны их решать, да, потому что эти проблемы принципиально, принципиально вам никак вот не даются и не дадутся и не могут даться. Это вообще, как бы, вот, собственно, вы, вот, например, гуманитарий, да, или наоборот, вы, там, например, математик или логик, да, или кто-то еще. Иногда в некоторых, опять-таки, в некоторых околопсихологических темах, да, давайте таких популярных, из этого выводится большое количество типов людей. Вот, там, это тип логик, этот тип, там, аналитик, этот тип, там, сюда, этот тип, сюда, и по каждому из них пишется. Вот на это ты способен, на это не способен принципиально, даже не лезь, даже не думай об этом, там, все, вот, вообще, вот, просто, там, не твое, вот, не твое. Не твое, обратись к специалистам, обратись к профессионалам. Обратись к профессионалам. Ну и, наверное, в завершение уже этого разговора несколько идей с предстоящего тренинга, даже не тренинга, а дистанционного курса. Так, есть какой-то важный вопрос. Сейчас тогда, одну секунду буквально, и мы ответим на важный вопрос. Пока не могу связать с продажей квартир, пишет нам Сергей. Давайте, тогда примерчик мы еще один сделаем. Вот на уровне этих. С точки зрения продажи квартир, давайте рассмотрим как раз-таки убеждение, позитивное убеждение человека. Позитивное убеждение человека, который говорит, ой, я сам могу найти квартиру, я сам все съезжу, посмотрю, прозвоню, что там не сложно, там я посмотрю, какие документы нужны, там оформлю, запишусь, там не проблема, мне риэлтор не нужен. И это убеждение для человека является, понятное дело, понятное дело для человека это убеждение является позитивным и помогающим, а для Сергея наоборот. Вот, соответственно, это мы, давайте еще один маленький примерчик, да, здесь как раз-таки у человека я могу, говорит человек, я могу, я могу все сам. А тут получается ситуация такая, что нам, нас это по силу каких-то причин не устраивает. И давайте я так скажу, речь не про, речь не про денежные причины, не потому что мы просто хотим, чтобы он не смог без нас. То есть речь про то, что действительно может быть ситуация такова, что человек излишне самоуверен. То есть с поиском там этих самых квартир, там с проверкой чистоты сделок, да я правильные слова употребляю, как мне думается. И тогда мы ему говорим, опять-таки, сначала, например, та же самая подстройка, те же самые механизмы подстройки. То есть мы говорим о том, что вы ищете квартиру, там вы знаете город, в конце концов у вас есть знакомый, конечно, конечно вы можете сами, конечно, там в конце концов, там многое что известно, нет? Интернет сейчас есть, да, в котором можно скачать там и договора и все остальное прочее. И вместе с тем, говорим мы и начинаем пугать людей. Бывают ситуации номер раз, а бывает ситуация номер два, бывает ситуация номер три, а бывает ситуация номер четыре. Я эти ситуации не знаю, я на них не детализируюсь, то есть здесь вы сами знаете ваш рынок, да, вы сами знаете, чего в деталях и плохого человек может не уметь сам предусмотреть. На что у него, ну то есть вы просто человек, который в общих чертах знает примерно, на что у него не хватит этих самых общих чертов. То есть с чем он может столкнуться. И здесь, пожалуйста, здесь в помощь вам, да, идут там примеры конкретные. Это так называемый фокус языка, противоположный пример, да. Здесь вам на помощь приходят фокус языка разделения, когда вы погружаете человека в детали какие-то и показываете, а вот это, 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 из чего состоит процесс, да. Когда вы вот в курсе про эти детали, там здесь на помощь к вам могут вполне прийти фокус языка, так называемый модель мира, когда вы, например, рассказываете людям про людей, которые еще бывают на этом рынке и с которыми там честным продавцам в квартире лучше не встречаться от слова никогда. То есть это вот различные, как раз вот, как раз вот те самые различные 14 фокусов языка, которые позволяют информацию упаковывать и переупаковывать там в разном формате. То есть что мы можем сделать со словом «я все могу сам». Мы с этим словом можем сделать очень много чего. У нас есть 14 способов это самое и поддержать, да, и усилить, но и разрушить, и уменьшить. То есть там что мы можем сделать со словом «я не могу». У нас есть 14 способов опять-таки это самое превратить в провокацию, то есть превратить, чтобы человеку стало еще сложнее от этого, да, невыносимо терпеть, и все, хватит, пора бежать и делать. Либо мы можем трансформировать это таким образом, что типа там окей, можно продолжать не мочь, но вот есть варианты вот такие, вот такие, вот такие, пожалуйста. И как бы выстраивая вот это. И для этих всех хитросплетений, помимо вот этих самых 14 фокусов языка, которые применяются опять же там к разным людям по-разному, и об этом мы тоже будем говорить. Помимо этого, мы в текстах и вот в том, о чем мы говорим, там, здесь не просто какую-то одну, естественно, фразу, да, мы говорим о том, что есть несколько инструментов, о которых мы тоже будем говорить. Каскад, каскад фокусов языка, когда мы на одно убеждение пишем несколько, пишем несколько фраз, связанных между собой, несколько примеров, да, в случае в предыдущем, да, прориотов, это могут быть пара, пара деталей, про которых человек не знал, и пара страшных примеров. Оп, собрали все вместе, человек читает этот текст и понимает, нет, что-то кажется, я про себя это излишне хорошо подумал. Вот, или, например, там человек говорит, я не могу, и ему в ответ, да, несколько, несколько обходных маневров, несколько, наоборот, может быть, обобщений и переводов внимания одним текстиком, и раз, и в этом месте человек такой, о, да, в общем-то, пофиг, что я не могу, решение-то есть, ситуация-то все равно может исправиться. Следующий интересный инструментарий домино, когда каждый следующий аргумент тянет за собой следующий, точнее, применяется к предыдущему, наверное, да, то есть они последовательно-последовательно уводят человека все дальше и дальше и дальше. Здесь, кто слышал, может быть, в интернете такая штука, как окно Авертона. Очень кратенько, это была технология, ну, она и есть технология, которая, собственно говоря, разработана была для парламентских слушаний, для прений и дебатов, для того, чтобы некоторые решения, которые находятся за гранью восприятия человеков, то есть это не обязательно что-то безумно плохое, на что люди не готовы согласиться никогда, то есть это уже как раз-таки такая пугалка на тему окна Авертона. То есть это решение, которое находится за границей вот этого самого поля возможностей, то есть человек смотрит на мир через призму своих убеждений, у него есть, ну, условная зона, да, где все нормально, все остальное, то, что находится за ней, для человека не существует, для человека не, ну, не является чем-то, что имеет смысл рассматривать. И технология окна Авертона, технология доминофуксов языка, по сути, нужна для того, чтобы мы могли постепенно, понемножечку, нечто, чего не существует, вводить в понимание человеков. Если, если сильно интересно именно про пугалки окна Авертона, поищите текст, там прям вот очень последовательно объяснено, каким образом можно каннибализм легализовать, да, и сделать его модным и позитивным. Вот. И, собственно говоря, там очень-очень простое, очень простое описание, оно, конечно, требует времени, тем не менее, за ним стоят вот те самые фокусы языка. Каким образом? Сначала идею перевести в разряд радикального, типа вот бывает же такая фигня, да, потом с другой стороны, вы знаете, вот как бы вот эту фигню ученые там исследовали, и это следующий фокус языка, да, и как бы вот там есть некоторые элементы, такие-то, в общем-то, они там нормальные. А давайте просто себе представим гипотетическую ситуацию, применяем мы третий фокус языка, что вот в какой-то, вот в такой-то, в такой-то, в такой-то, в такой-то области это же полезно? Не-не-не, понятное дело, что мы не собираемся это говорить, мы не собираемся это делать, но просто чисто технически оно полезно, то есть можно бы, наверное, просто иметь в виду, вот. Это мы не радикалы какие-нибудь, чтобы это применять прямо сейчас, говорим на четвертый фокус языка. Ну вот, исследуйте, изучайте. И вот так вот постепенно-постепенно смещается. И это тоже может быть в одном тексте, когда к некоторой идее текст человека подводит. Подводит прямо вот очень издалека. Ну и еще одно, еще одна идея упреждения. Еще одна идея упреждения, когда относительно вашего продукта, или вашего предложения, если вы проверяли и знаете базовые возражения человеков, ну то есть убеждения, которые в принципе запрещают этот продукт, это одно. Но есть же еще и базовые возражения, которые люди могут просто вот так вот некритично разбрасывать. И более того, они их будут говорить просто в силу того, что увидел, надо сказать. Типа, по какому поводу я не согласен. Так вот, если вы знаете там два-три вот этих самых базовых возражения, которые могут быть в ответ сказаны, то вы их можете сразу включить в свой текст. То есть фактически вы их в удобном для вас формате. Вы берете те же самые там фокусы языка, вы берете те же самые лингвистические конструкции, и базовое убеждение, базовое утверждение, что там, например, это фигня какая-то, да, точнее базовое возражение, вы его сразу там чуть-чуть переопределяете, сразу чуть-чуть трансформируете, чтобы оно было, давайте, было одновременно как бы за двоих, да, и за вас, и за тех людей. То есть оно по-прежнему намекает на то, что это фигня, да, но оно выражено таким образом, что оно для вас, ну, там, не опасно, да, оно для вас нормально, вы его уже там обработали сразу в тексте. И тогда, тогда в этом, как-то при прочтении, да, этого текста, человек, который мог бы, например, без этого сказать «это фигня» и уйти, в этом месте он уже не может сказать «это фигня», потому что это будет то, что ему уже сказали здесь. У нас там вопрос, да, какой-то. Пример. Если бы, например, сейчас кто-нибудь хотел вывести на рынок молоко в новой упаковке, ну, то есть у нас сейчас на рынке сколько есть упаковок молока. То есть есть бутылки, есть, по-моему, вот эти вот там тетропаки квадратные, да, и есть просто вот эти вот пластиковые пакетики. Ну, давайте просто предположим какой-нибудь, ну, давайте, пирамидки. Есть люди, кто помнит молоко в пирамидках? Поставьте плюсики, но не палитесь по возрасту. Хотели бы мы, например, в пирамидках молоко. Ну, какие базовые возражения могут быть относительно вот такой вот новой упаковки? Давайте минутку на предположение в чат, да. Ну, вот вы, давайте просто, вы приходите в магазин, да, вы приходите в магазин продуктовый и видите молоко вот такое, вот натурально вот такая вот четырех, сколько там она, шестигранная пирамидка, да, четырехуголковая пирамидка. Что это для вас значит? Вы смотрите на нее, что это такое? Какие базовые мысли? Вот, да, неудобно хранить, я даже сюда сейчас буду написать, неудобно хранить. Угу, еще. Маленькие. Угу. Ну, я показал руками-то довольно большую, ну ладно. Угу, еще. Много места займет. Давайте, как бы хватит, а то мы начинаем немножко повторить. Повторяется. Сверху не поставить, да. Сверху не поставить. Ну вот, ну давайте, в принципе у нас получилось вот. Маленькие, неудобно хранить, пересекаются со сверху не поставить, да. И много места займет, это тоже где-то вот как бы здесь рядышком. Давайте выберем из них, например, несколько. Возражения маленькие. Давайте, давайте с ним поработаем. Окей, предположим, что это действительно маленький пакетик. В каком случае? В каком случае это будет преимуществом? В каком случае маленький пакетик молока является преимуществом? Один раз, ну на один раз использование, да. Там для детей может быть. Тоже там, чтобы как бы не стоял. Там свежий, свежий, купил свежий, все там не хранится, не стоит, да. Там натуральный, натуральный. Какой-нибудь, что? Экономно, да. Соответственно, вот. То есть мы берем и сразу вот эту идею маленького переопределяем. Переопределяем в, как вот, на один раз, да. На один раз это... Одна порция может быть. Это может быть там, ну условно выпил и все, да. Не стоит, не киснет, не холодильник там. Это офисные, может быть, какие-то моменты. Это могут быть там, это могут быть для детей, ну в группах, где пребывание. Ну детские садики, да, что-то еще. Развлекательные центры, где детям молочка нормально, да. Ну вот опять же холодильники там что-то еще. Понятная идея. Мы сразу говорим о том, что пакетик там, в нем содержится там вот молока на один раз, чтобы выпил, выкинул и все, очень удобно. После этого, когда мы это сказали в рекламе, сказать маленький, ну это уже как-то странно. Потому что вам уже сказали, почему он маленький, зачем он маленький, ради чего, собственно, зачем вы говорите банально про маленький. Дальше. Неудобно хранить. И вот неудобно хранить, и вот тут вот компактно тоже уже сказали. Отчасти мы можем вот это вот неудобно хранить, заменить на компактно. Мало где-то стоят. Много места займет. Давайте вот с этим вот. Это тоже интересная штука. Если мы подумали над этими пакетиками, и подумали в том числе над вот этим вот, каким образом, ну знаете, они там друг в дружку могут вот так вот укладываться, складываться. Положил 4 здесь, 1 сверху. То есть выстраивать из них вот такую вот стену. И тогда, если они вот так вот лежат, если они достаточно прочные, эти пакетики, если они вот так вот хорошо выстраивают друг в дружку такие вот загородки, да, в холодильнике, если мы знаем, что вот это вот там много места хранить, да, сверху ничего не поставишь, если мы знаем, что люди вот по этому поводу нам могут сказать, то тогда мы сразу можем, например, и подогнать эту самую форму, да, и показать, опять же, в рекламе показать или рассказать там или объяснить, что это наоборот специальная форма для удобства. Вот они лежат, все вместе там, никуда не это. Во-первых, удобно, потому что там, ну то, что мы уже сказали, там, маленький, там, компактно, удобно, на один разный. Во-вторых, они вот здесь вот находятся, ну вот выстроили и все. И пусть они там в, как сказать-то, в магазинах, забыл вот это слово. И в магазинах они пусть на полках вот так же вот выстроены стоять, да, пусть из них там выстраиваются какие-то фигуры. И вот эти самые, значит, фигуры, да, и пусть в рекламе, в конце концов, это будет показано, открывает там холодильник человек, да, визуальная реклама, и там вот эта вот штука там построена, у него там башня. Детям можно из них башню построить, тоже показать. Будет и детям, и вот это вот показывает, что из них можно выстраивать. И тоже тогда уже, если вот это вот рассказать, показать, сделать, уже идея о том, что они там какие-то неудобные хранить, им занимает много места, эта идея уже не может быть высказана, потому что вам уже показали, каким образом это все сделано. И вот это самое показали, да, это тоже это фокус языка. Показали, как вам сделали, да. То есть это они могут быть не лингвистические, они могут быть в картинках, но тем не менее. То есть это вот применение вот этих самых моделей мышления, применение изменения, изменение внимания к тому, чтобы изменить восприятие человека. Ну, в данном случае упредить. Вот, собственно говоря, вот этим мы и планируем заниматься. Мы подготовили специальный дистанционный курс по магии языка. Три вебинара мы провели, в рамках которых мы рассказали о различных способах применения, о различных типах применения и о том, что с помощью технологий, которые мы предлагаем, можно работать с ограничивающими убеждениями. То есть убирать у себя ограничивающие убеждения, переделывать их. О том, что с помощью этого можно включать у себя дополнительные модели мышления, другие способы мысли. И о том, что с помощью этого всего можно писать тексты. И вот обо всем вот этом мы будем говорить на дистанционном курсе «Фокусы. Магия языка». Юлия сбросит сейчас в чат ссылку на регистрацию на этот курс. Я вкратце расскажу, что будет происходить. В течение 6 модулей будет длиться этот дистанционный курс 6 модулей. Каждый модуль – это примерно час видео. Примерно час рассказов всех элементов этой самой технологии. Раз в неделю в закрытой группе ВКонтакте вы будете получать видео с описанием частей технологии. Рабочие материалы с упражнениями, с тем, что нужно сделать. Вы будете получать домашние задания. Каким образом вам идеально будет тренировать вот именно этот элемент. В течение недели в закрытой группе, получив вот это самое видео, получив рабочие материалы, в закрытой группе вы занимаетесь. Вы можете общаться с теми, кто так же, как и вы, проходит этот курс. Вы можете задавать вопросы нам, мы будем тоже на них отвечать похоже. Вы делаете домашние задания, присылаете их. Мы на них даем обратную связь, четкую, конкретную обратную связь непосредственно от нас. И следующий. Через неделю следующий вы смотрите видео в формате удобном для вас. То есть, там, сегодня, сейчас вот вебинар у нас, поэтому вы все сидите и слушаете. На курсе мы это запишем, выложим в какое-то конкретное время. Вы будете знать, что, начиная с этого времени, оно доступно и у вас есть неделя. На то, чтобы это обработать и сделать. То есть, конечно, мы будем напоминать, да, о том, чтобы это сделать побыстрее, чтобы у вас было время вместе с тем. И мы предлагаем три варианта. Мы предлагаем три варианта прохождения этого самого дистанционного курса. Вариант номер раз. Вариант самый простой. Вы запишетесь на материалы курса. И вы будете просто получать видеоматериалы и рабочие материалы, но вы не будете находиться в группе самой, вы не будете находиться в ВКонтакте, в личном коучинге и с обратной связью. Вы просто имеете возможность смотреть материалы, делать самостоятельные упражнения. Это стоит 2000, ну там еще будет скидочка. Скидочка будет для всех, кто вебинар вот этот слушает. Сегодня в течение двух дней будет скидка. Вариант оптимальный, на наш взгляд, за 4000 рублей вы участвуете в тренинге в закрытой группе, вы получаете все материалы, вы делаете упражнения, вы получаете обратную связь от нас, вы получаете общение с другими людьми в этой самой группе. 4000 рублей, 3400 – это скидка на ближайшие два дня для участников вебинара. И также мы предлагаем, собственно, вариант VIP. Вариант, когда вы точно так же, как на тарифе оптимум, проходите полностью весь этот тренинг. Но вместе с тем у вас еще одна часовая консультация либо со мной, либо с Юлией Рословой, либо по написанию текстов под вашу задачу, либо по проработке своих каких-то личных ограничений, убеждений, ну и вообще там расширений. То есть это вот 7000 рублей два дня сегодня, завтра и послезавтра, когда вы можете зарегистрироваться со скидкой VIP за 6000. Вот. Вопрос, который еще был, будут ли на курсе тройные спирали. Технология тройная спираль относится к эриксоновскому гипнозу, это немножечко другое. То есть здесь, ну давайте, максимум, что мы можем сказать, что может быть похожим на эту самую тройную спираль, это вот те самые домино фокусов языка. То есть когда мы просто ведем, 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 ведем человека, он давно уже забыл, с чего это все начиналось, а мы все куда-то там еще делаем. Мы регулярно на наших курсах, когда вот мы на живых тренингах, на NLP-практике, на NLP-мастере с фокусом языка работаем, мы показываем, ну и собственно вместе с людьми эти упражнения отрабатываем, когда в рамках вот этой технологии домино люди последовательно убеждения меняют на полностью противоположное. И главное, все логично. Можно это отчасти считать каким-то элементом, но это не гипноз. То есть фокус языка, немножечко другая стратегия, мы немножечко в другом формате с ними работаем. Ну что, пожалуй, на этом все. Еще раз, во-первых, спасибо за то, что были с нами, слушали, тренировались, практиковались, за то, что развиваетесь. В течение, напоминаю, двух дней оставьте заявку на тренинг, в группе с вами свяжутся, напишут где, куда, чего, какие дальше действия предпринимать. Сохраните за собой обязательно скидку, достаточно в течение двух дней внести предоплату 500 рублей, зафиксировать скидку для себя на любой из выбранных вами форматов. Ну и до встречи на самом курсе. На самом курсе, начиная с 19-го числа. Опять же, напоминания всем будут. Обязательно курс продлится полтора месяца, весь вместе. Спасибо и до встречи. До встречи на курсе.